В это воскресенье, 18 марта, десятки тысяч ивановцев отдадут свои голоса за одного из кандидатов в президенты. До дня ИКС осталось меньше недели. Мы подготовили несколько вопросов, чтобы выяснить, насколько горожане подкованы в нюансах избирательного процесса. Месяц назад ЦИК утвердил тексты формы бюллетеней. В них 8 претендентов на пост главы государства. Избиратели встретят знакомые фамилии политического эстеблишмента, а также новые имена. А вы можете перечислить нескольких кандидатов? Ну, Собчак известный, Путин, Грудинин, остальных Титов, по-моему, я читала и не помню остальных. А сколько у нас кандидатов в этом году? По-моему, 6. Поможете? Назвать, да. Можете назвать? Ну, Путин, Жириновский, как всегда, Титов, о, еще какой-то, забыла его по ним. А вы знаете, какие там кандидаты? Ну, да. Какие перечислиться? Путин, Жириновский, Собчак, в основном все. То есть у нас сколько всего кандидатов? 8, по-моему. Перечислить все 8 фамилий не смог никто. Некоторые, правда, добавили в перечень Геннадия Зюганова, несмотря на его отсутствие в бюллетене. Почти не вызвал недоумение вопрос о сроке, на который выбираем президента. На сколько лет мы выбираем президента? На 6, наверное, теперь. Мы выбираем президента? Президента. На какой срок мы выбираем президента? На 6 лет. А на какой срок мы выбираем президента? Мы выбираем, 4 года было срока, или 5 даже лет. Там же меняется. Постоянно меняется срок? Ну, не постоянно, когда последний раз-то, точно не помню, но меняется. 5 лет, наверное, сейчас. Если большинство все же вспомнили, что президентский срок в России 6 лет, то для ответа на следующий вопрос пришлось хорошенько подумать. В какой раз баллотируется Владимир Путин? Так, второй подряд, и до этого один до Медведева. Третий, четвертый? Так третий или четвертый? Не могу вспомнить до Медведева, сколько у него было, по-моему, тоже, наверное, все-таки два срока, наверное. Пятый даже, пятый. Если считать, первый раз он в 99-м году баллотировал, да, по-моему, да, в 99-м и 2000-м, не знаю, четвертый раз, да, получается. Кто касается Владимира Путина, в который раз он баллотируется в этом году? Наверное, в пятый или в шестой раз. То есть в общей сложности сколько он уже у власти находится? Ну, я уже в этом все так поделал. Мне кажется, не сомневаюсь сказать, но больше десяти лет. На самом деле действующий президент баллотируется в четвертый раз. В общей сложности возглавляет Россию уже 14 лет и планирует увеличить этот показатель до 20. Кроме серьезных вопросов о политической повестке мы задавали шутливое. Провести ивановцев оказалось не так просто. У нас много нововведений в этом году на выборах. Сколько раз один человек может проголосовать? Тут нововведений никаких нету. Один раз. Один человек, один голос, по-моему. От Ивановской области какой кандидат будет? Меня это не очень интересует. Я своего кандидата уже выбрал. От Ивановской области кто у нас баллотирует от президента? У нас в этом году много нововведений на выборах. Сколько раз один человек может проголосовать в этом году? Ой, я не знаю, честно. Ну как вы думаете? Раза два-три, наверное. Почти все забыли о дополнительных выборах, которые 18 марта пройдут в Иванове. Горожане смогут проголосовать за территории, которые в первую очередь подлежат благоустройству. Утверждать, где проводить эти скверы, благоустраивать. То есть формирование комфортной городской среды. Чтобы 18 марта прийти на избирательный участок с четкой политической позицией, стоит основательно подготовиться. Можно почитать программу каждого кандидата или посмотреть теледебаты с их участием. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.